Опа! Привет! Я тут кресло немножечко переустроил, и сейчас чуть-чуть другой ракурс должен быть. Ну ладно, это не важно. Лазил я сейчас, поехал в Москву, нашел статью Антона Ореха, да, под названием таким хлёстким «Уроды». Это про Ярославскую колонию, ну знаете, наверное, да. Посмотрите, почитайте статью, я ссылку давать не буду, просто зайдите, посмотрите. Вот, в общем, конечно, кошмар, причём это было год назад. Вот, и вот что интересно, до сих пор люди, вот сейчас всё это произошло, всё это, как говорится, вывалилось наружу, да. И никто не выходит на улицы. Не дай да бог это случилось бы у нас в Чикаго. Да боже ж ты мой, тут вот был инцидент, наверное, вы знаете, широко освещенный полицейский там стрельнул в парня, в чёрного, да, это попало на видео, всё, так там такой был скандал, такие были демонстрации жуткие, сместили. В общем-то, неплохого мужика нашего этого главного полицейского, да, города Чикаго, на него место поставили другого, и каждого, обратите внимание, на каждого полицейского навесили вот сюда камеру, да, чтобы было видно, чем они занимаются во время службы своей, представляете? Ну, вот такое дело. Ну, я немножко не по этому поводу. Я сначала хотел вот это более широко так осветить, даже закипел весь, но потом думаю, ладно. Ладно, хватит чернухи. Вот у меня сегодня утром была такая мысль, вот ещё это добавил тоже Орех, да, что вот что будет? Ну, действительно, народ начинает злиться. Все говорили, что, вроде бы, многие говорили, что вот насчёт этой пенсионной реформы, в конце концов, Путин выйдет, значит, в белом фраке и скажет, ну, вы чё, ребята, так нельзя, да? Вот, нет, вот он сегодня впервые выступил насчёт пенсионной реформы. Ну, да, она будет, да, в таком виде. Вот Поклонскую, кстати, хотят там наказать показательно, потому что она единственная не проголосовала за. Да, будет пенсионная реформа, изменится возраст поступления на пенсию, выхода на пенсию, да? Вот, и опять, ну, никто на улицу не выходит, но я вот так думаю, что всё равно вот этот гнев, эта злость, да, она во что-нибудь выльется. Вот у меня такие мысли были, что-нибудь начнут рушить, наверное, да? Что-то, ну, какой-то гадость, знаете, как вот, если по телефону тебе что-то сказали нехорошее, да ты этот телефон шмяк, значит, обпол. Хотя телефон-то ни в чём не виноват, вроде бы, да? И только вот я об этом подумал, даже начал обдумывать, может быть, ролик записать. Бах, вот случайно, совершенно, никто мне не присылал ссылок. Вот, и вдруг вот такая статья, водители по всей стране уничтожают дорожные камеры. И вот тут примеры, там кто футбольный битый, кто машиной наехал, кто ещё что-нибудь, да? Вот, но объяснение здесь дается в статье такое, что вот, значит, штрафы за вот эти вот, ну, за нарушение, которое зафиксировал, дорожная камера, там большой процент идёт куда-то налево, вот, тем, кто обслуживает вот эти камеры, ну, в общем, в чужой карман. Не то, что там дороги строить, например, да? Ну, или что-то в этом роде. Нет, это кто-то на этом обогащается. Причём, вот у нас камер полно, но они все стоят на перекрёстках. Я не видел, чтобы камера стояла не на перекрёстке. А эти ставят вот где-нибудь за кустом, да? И ещё знак повесят, что, значит, его там никогда не было, там 40, допустим, да? А вдруг откуда-то появился знак. А потом чёрта с два чё докажешь, да? Ой, как я часто вспоминаю рогатого в последнее время. Нехорошо это. Я к чему это всё говорю? Вот началось, ребят. Вот и это потом ещё... Когда-то, наверное, мы ещё в школе рассказывали, когда станки появились, да? И сразу один станок, ткацкие станки, один станок делает там за 25 этих самых ткачих, да? И вот начали разрушать эти станки. Ну, давно это было ещё в 900-х когда-то годах, да? Вот. И сейчас вот надо русскому человеку на что-то обратить свою злость. Просто злость. Вот. И вот мне кажется, эта тенденция очень нехорошая. Просто будут разрушать, да? Вот приходят к ним штрафы, разрушают вот эти камеры. Что-то там ещё с компьютерами связано. Будут ломать компьютеры. Просто по чумовому, понимаете? Ещё что-то будет. Я не знаю. У меня так далеко не работает воображение. Но вот мне кажется, если люди не будут выходить на улицы, ну, вот этому кипению нужно давать какой-то выход. И вот этот выход будет именно вот просто в таком... Не знаю. Как у меня отец говорил, он любил это слово вредительство, да? Вредители. Тогда много фильмов было вот в 40-е, в 50-е годы про вредителей, которые там, значит, что-то вывинчивают какой-то болтик из станка, чтобы он сломался там и так далее. И вот мне кажется, это... Ну, поскольку Россия не в 21 веке, а бог знает в каком, вот как раз для неё, наверное, вот именно вот такая параллель хороша, когда появились ткацкие станки, вот, начали их разрушать. Вот, наверное, тоже вот в России же феодальное право сейчас, наверное, тоже вот протесты будут связаны именно вот с этим. Или как вот крестьяне поджигали, там, пускали красного петуха, да? Вот что-то такое. Потому что так просто это не закончится. Вернее, не то, что не закончится, так просто это не будет продолжаться. Понимаете? Особенно вот эта пенсионная реформа, она людей просто добивает. Вот. И Познер там, ну, вообще, он у меня ниже Плинтуса стал, он выступает, что да, это надо, это хорошо. Приводит какие-то примеры там. Ну, в общем, вот так. Вот у меня такая мысль была, не знаю, как назвать ролик, но я его заканчиваю. Всего хорошего, до свидания. Пишите, пишите, вопросы пишите. Вот, я постараюсь ответить. Всего хорошего еще раз. Доктор Влад с вами. Продолжение следует...